Это сейчас потомственный шаман Альгий Старосвет умело играет на древнем инструменте. Варган он впервые услышал в армии много лет назад, когда сослуживцы из Якутии решили отпраздновать Новый год. Я думал, они куда-то что-то вставляют. Я говорю, покажите, как вы поете. Понимаешь, в горле у них ничего нет, но вот этот скрежет, металлический голос, я не мог поверить, что это можно голосом. Свой первый инструмент Альгиз приобрел на московской горбушке в этническом магазине. Оказалось, освоить варган можно без музыкального образования и знания нотной грамоты. Для извлечения звука инструмент прижимает губам и дергают за язычок. Менять тембр звучания можно, подключая дыхание. А дальше, отмечает шаман, руководствуясь собственными ощущениями, уносится вслед за магическими вибрациями музыки. В прошлом программист, сейчас профессиональный резчик по дереву и шаман Альгиз Старосвет к эзотерике и технике горлового пения пришел постепенно. На необычные способности, которые достались ему от прадеда, сначала не обращал внимания. Думаю, что понимать язык животных и лечить людей могут все. Оказалось, только избранные. Большинство музыкальных инструментов делает сам, из дерева. Некоторые покупают и коллекционируют. Играет не только для души. И варганы барабана имеют целебный эффект, утверждает мастер. Это может быть концентрация на мантре, либо задача, если исцелить человека, то он направляет свое внимание, ну, скажем, в проблемную зону человека, там, допустим, сердце, либо еще куда-то, и держит образ исцеления. Быть в гармонии с собой, окружающим миром – главный принцип практикующих горловое пение. Научным языком такой стиль исполнения называется «горловая фонация». В древние времена ее использовали как язык общения. Пришел он из шаманизма и мистических традиций, когда северные и восточные народы проводили различные ритуалы, в которых подражали животным. Направление развито в тюркской и монгольской культурах, а также в Якутии, Канаде и Тибете. Для многогранности звучания используют не только древние инструменты. К примеру, Ocean Dream помогает воспроизвести шум моря или океана. На нем играть не так просто, не так просто, как кажется. Нужно уловить вот это состояние волны. Да, не просто быстренько, а вот именно перекатываешь. Рассказывает муза главный идейный вдохновитель и жена Альгиза Лада Апраксина. С мужем встретилась, когда захотела научиться камлать на барабанах, то есть совершать шаманские обряды при помощи этого музыкального инструмента. Я увлеклась именно эзотерикой, то есть это и астрология, и астролог сакральный. Потом было целительство, и сертифицированный целитель. Потом были руны, таро, там, нумерология и так далее. Что интересно, Альгиз и Лада в Самару переехали из Москвы. В город на Волге влюбились сразу. Иногда семейная пара вместе с друзьями и единомышленниками выезжает в Ширяево. Говорят, горловое пение на природе – отличный способ отвлечься от повседневных забот и напитаться энергией на несколько недель вперед. Пролететь над Самарской лукой, оказаться на пару минут в Ширяево и воспарить над Волгой, не выходя из дома. Оказывается, это возможно, даже если вы не потомственный шаман. Достаточно окунуться в историю и культуру горлового пения, представить самые счастливые моменты жизни и понять, что никакая хандра, даже осенняя, не помешает быть в гармонии с окружающим миром. Ольга Павлов, Василий Калдашов. События.